приветствую всех на канале пчеловодство и природа сейчас у нас начало мая в это время я начинаю вывод маток и делаю отводки значит я в прошлом году показывал это и в этом году покажу с некоторыми нюансами значит там где у меня ульи на 24 или 26 рамок я оставлю вот такую глухую перегородку например вот тех двух ульях и отводки делаю прям ульях и там некоторых других если же вот такой улей на 20 рамок то я оставлю отдельно ящик там порядка на 10-12 рамок и отводок делаю туда значит вчера я вот уже сделал тут по пасеке видно отводки вот в такие ящики тут и там конечно я их немного разворушил по забирал у них маток вот и они тут конечно сейчас вся пасека немножко такая взбудораженная поэтому я уже закрыл лицо потому что конечно они так просто не дадут тебя снимать ну и значит суть суть этой технологии в том что делается отводок со старой маткой значит отводок я делаю сильный и в оставшейся части я вывожу матки ну не во всех ульях а в нескольких ульях и затем вот в тех ульях для себя пчелки выводят маток и некоторые я потом маточники раздаю вот в эти семьи которые без маток затем здесь семья уже начинает работать молодая матка с молодой маткой они уже не роятся и там значит где старая матка прошлогодняя они в принципе тоже не роятся потому что их там не такое большое количество семья то находится в состоянии роста и оттуда я потом закрытый расплод постоянно забираю и подставляю вот в эту уже молодую семью ну и в какой-то момент потом уже по вариантам там я значит могу продавать пчела пакеты ссылка на пчела пакеты есть там в описании если кто-то желает приобрести или же я в начале июля там убираю эту старую матку и практически вот сколько там рамок будет они полностью через месяц будут все с медом и в конце я эти две семьи могу объединить ну там уже есть варианты ну и сейчас я покажу как я делаю значит семья уже достаточно тут достаточно набрала силы вот видно что уже я за основной то есть и у нас тут еще такой момент особо особых недоносов что тут у нас нет и вот сейчас сады отцветают если не сделать такие отводки то конечно пчелы роятся любая порода какая тут не будет если приноса меда если у них работы нету то конечно они зародятся вот видно что их количество приличное вот и в общем то вариантов тут других нет отводки приходится делать так можно удержать их от роения так можно вывести вывести молодую маточку заменить я кстати каждый год маток меняю меня все матки молодые ну молодые сейчас они прошлогодние и вот сейчас мы их и будем менять так ну и покажу значит сразу смотрим одну ставим туда кормовую так ну тут вот последняя она уже и со сплодом вот уже есть и расплод закрытый видно недок там немножко нацира стода можно эту рамку уже и ставить эту рамку мы не забираем но надо сразу смотреть матку конечно надо сразу матку смотреть чтобы чтобы уже знать и если есть маточники если есть маточники такие особенно когда если тому же яйцо или личинка то конечно их надо сразу сразу убирать так лучше ставлю так смотрим это я тут подставлял рамочку они вот так медом ее занесли это свежая вот оттянули и занесли тут немножко трудня уже заложили внизу не тянут маточники конечно тут немножко чуть-чуть набросала маточка видно яйца смотрим так счет тут но я такая рамочка ну пока пока ее в сторону а потом посмотрим сейчас мы посмотрим где нам надо рамки максимально чтобы был запечатанный расплод и выходящий расплод чтобы чтобы можно было чтобы там вот уже яйца закладывает в роевые мисочки яйца уже есть поэтому это вот-вот и начнут ровиться поэтому это уже я думаю что вовремя мы делаем этот отводок вот если не сделать то конечно зараняться у нас нету тут сильных медосборов и загрузить их работой не получается чтобы и хорошо загрузить работы вот такая вот закрытый расплод тут есть можно ее тоже туда ставить так эту рамочку я натяжку ставил буквально по моему пару дней даже на пару дней вот они за пару дней то есть работают хорошо пока принос принос есть нектара то работают хорошо вот оттянули ее конечно если бы постоянный взяток был а так сады вот отцветают и все и взятка уже не будет маточки тут я еще не вижу хотя и на дне я яиц не вижу то есть они ее только только вот оттянули так вторую рамочку так тут что у тут тоже червячки открытый расплод но открытый расплод мы оставим здесь открытый расплод потому что вся летная пчела она слетит сюда вся летная пчела слетит сюда и тут будут кормить расход вот кстати маточка ходит вот она вот маточка сейчас я ее заберу туда вот водок а рамочку сюда назад верну потому что эта рамочка с открытым расплодом она тут пусть стоит она она пешла так мы так мы ищем еще рамки с закрытым расплодом немножко конечно пчелки волнуются немножко надо так что здесь мы тянули вот такие языки любители они тянут такие языки они туда закладывают потом трудневый расплод закладывать не приходится их убирать потому что потому что ну что ж не совсем правильно с вашей точки зрения не совсем правильно пчелки что конечно знаю что им нужно трудить трудня выводить и они там тебе закладывать вот язык так и вот мисочки такие тянут я не знаю там есть нет на всякий случай надо разрушать такая вот такая можно как кормовую тут есть перга есть медок чуть-чуть расплода вот я ее заберу как кроющую вот как кормовая будет такая рамочка хорошая а с этой стороны что у нас а с этой стороны расплод тоже закрытый расплод выходящий хорошо этой стороной вовнутрь а та сторона будет как кормовая тут конечно не поспешишь потому что быстро то они злятся если быстрее делать это все они злятся поэтому сильно тут не поспешишь но тем не менее надо делать так тут что то же самое вот расплод выходит но но там уже скорее шума . заложила уже яйца наверное есть тут уже вышел расплод и опять же потянули языки а тут уже и трудня уже и трудня заложили на этих языках ну очевидно тут но получилось в этом улья глубокое и если вот глубокое дно до рамки от рамки до дна больше двух сантиметров то обязательно вот тянут такие языки это улей тут такой глубокий но это такая немножко проблема так ну что здесь что здесь есть немножко выходящий расплод тут уже вышел даже не знаю что я не знаю сейчас эту рамочку мы наверно все-таки оставим тут потому что тут в основном открытый расплод сейчас мы найдем где больше закрытого расплода все-таки рамочку вот опять языки вот что такое если если больше двух сантиметров от нижней планки рамки больше двух сантиметров и вот получаются сразу такие постоянно приходится и кубер так ну и то что я говорил уже тут уже и молочко в этих в этих маточниках уже и молочко поэтому вот здесь уже начинается процесс роения у них тут можно тут есть выходящий расплод принципе можно эту рамочку тут выходящий расплод можно эту рамочку забрать забираем тут вот много плода еще запечатано вот тут выходящий молодые пчелки здесь ты мы заберем в отводах отводки я говорил что делаю сильное чтобы матка там не прекращала червление чтобы сильно их не не остановить червление матки вот так то же самое опять опять языки так ну и тут что ну такой конечно в основном вышел расплод даже не знает немножко есть закрытого может мы сейчас посмотрим может лучше рамочку найдем а может и тут это в принципе тоже тут молодые пчелки вышли заберем эту и вот еще следующую там следующее тоже так вот тут закрытый хороший расплод да вот с этой стороны закрытие сейчас плод и с этой стороны он закрытый расплод хороший так не опять языки да проблема конечно таких ульях проблема с языками так и здесь вот такой закрытый расплод и здесь языки приходится конечно срывать жалко это пчелки конечно потратили потратили свою силу свою энергию мы срываем ничего не делаешь надо будет либо днище делать более правильно это туле не мой не достался ничего придется переделать так хорошо забираем и эту рамочку в отводок хорошая тут выйдет расплод и там подселит так ну раз два три четыре пять шесть и еще одну кроющую сейчас поставим не может быть и все так тут тоже расплодом тоже расплод вот это медовая такая хорошая рамочка вот она и будет крующая она и будет им кормовая туда тут и перга есть и мед открытый есть вот она им на первое время потому что оттуда вся летная пчела слетит сюда сюда они что-то принесут оттуда первое время они не смогут носить так ставим и подвигаем теперь уже мы подвигаем сюда максимально к стенке чтобы не подавить надо очень аккуратно не сразу а так по чуть-чуть по чуть-чуть и чтобы они по чуть-чуть уходили ну пчел еще пол беды придавить главное чтобы маточку не придавить потому что там мы забрали там они будут выводить а это маточка нам нужно потому что она она здесь будет работать и отсюда мы потом закрытый расплод постоянно будем переставлять туда в ту туле так вот так вот вот так ну как бы где-то так более-менее здесь вот литок конечно чуть-чуть так сбоку получится но все равно он им нормально досягаем здесь ли точек вот ставим ставим заставную так ну и теперь нам надо еще пару рамочек сюда струсить потому что тут тут чем много и конечно и сюда сюда слетят еще вся оттуда пчела летная слетит сюда поэтому надо чтобы молодые вот особенно если выходят вот такая рамочка где выходят пчелки вот они молодые они еще не летная их туда струсить конечно они сразу злиться начинают сразу начинают злиться это им не очень нравится так ну это считай что кормовая рамочка такая место крайне ну здесь я говорю они закладывают теперь маточники и два варианта либо я в этой семье буду выводить маток вот поставлю прививку либо тут я не буду ничего трогать а в других семьях поставлю прививки и там будут лишние у меня маточники я потом здесь все свищевые уберу оттуда маточник на выходе им поставлю через некоторое время вот такая процедура так струшу еще одну рамочку туда так все дальше дальше собираем и закрываем конечно не такая приятная процедура и для пчел и для меня потому что ну они злятся время конечно много на это уходит но ничего не сделаешь если все так и оставить и ничего не сделать то у нас я люблю медосборные условия не такие хорошие чтобы там были большие площадя вот отцветают сады отцветают сады и практически практически там до акации может уже очень очень такой легкий поддерживающий взяток быть вот и они обязательно зараняться уже порода какая бы порода не было если взятка нету здесь сюда я теперь не ставлю натяжку туда можно оставить через некоторое время где матка а тут пока матка не выведется тут тянуть вощину они не будут поэтому ставить тут бесполезно конечно их количество такое чтобы добавить конечно сушь но сушь тоже они начнут там тянуть маточники на этом все кто желает приобрести пчелопакеты есть надо данном скую на украинскую рамку там есть ссылка в описании подписывайтесь на канал пишите комментарии пока